Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Полгода назад рассталась с бывшим партнером, но сейчас, когда я пытаюсь выстроить свою личную жизнь с другим мужчиной, появляется постоянное чувство, что я изменяю бывшему партнеру и своим чувствам к нему, прошлым совместным планам и желаниям. Хотя понимаю, что мы больше не в отношениях. Новый человек мне симпатизирует. Почему так происходит? Спасибо за ваш ответ. Ну, если говорить так прямо очень конкретно о причинах, то первое, вы попались на манипуляцию человека. То есть, можно, к сожалению, сказать, что, ну, ваш бывший партнер, а, к сожалению, вами манипулировал. То есть, чувство вины, вот, а измены, это вот в данном случае следствие вины, то есть, ну, следствие того, что я не должна так поступать, я не имею права так поступать. Вот. Так вот, чувство вины, это следствие манипуляции, следствие нарушения личных границ. Ну, вот. То есть, может быть, манипуляции не было специальной, вот, но нарушение личных границ ваших скорее всего было, и именно по этой причине вы сейчас чувствуете себя, ну, вот, так, как чувствуете. То есть, ну, вы вот чувствуете, что не должны, ну, не должны это делать, так сказать, не должны встречаться с другим человеком, да, не должны встречаться с, ну, с другим мужчиной, да, и так далее. Вот. Это первое. А второе, на мой взгляд, заключается в том, что вы тяготеете, на мой взгляд, именно, именно тяготеете к чему-то, что было у вас ну, в отношениях с мужчиной. То есть, вот, именно, именно имеет место быть, ну, как бы, привязка, привязка, привязка к чему-то в отношениях. к чему-то к чему-то к самому что было бы с ним, и так далее. Привязка обозначает, что, на мой взгляд, большее количество ваших потребностей зависит от планов. Например, с, ну, с мужчиной большее количество, то есть, большее количество потребностей, желаний, контекста какого-то накладывается на вот, когда я как раз вот, значит, то, что вы пишете в совместном плане желания. Еще один важный момент, и это следствие слабых личных границ ваших заключается в том, что речь идет о слиянии. То есть, речь идет не о ваших собственных потребностях и желаниях и планах, которые, ну, согласитесь, можно реализовать не только с ним, да, но и вам самой, вот, а именно совместных. т.е. речь идет о слиянии. Что такое слияние, подробно посмотрите в интернете, я думаю, что это будет понятно. Плюс расставание с, ну, мужчиной, это травма, психологическая травма, которую вы получили. и очень важно прожить эту самую травму. Вот. Сейчас у меня есть такое, такое подозрение, что травмы вы не прожили, чувства свои подавили, скорее всего, и просто пошли в новые, ну, в новые отношения. И предыдущие отношения, предыдущий опыт дает знать о себе. Т.е. здесь ключевой момент не в том, почему так происходит, не в том из-за чего, а в том, что вы будете с этим делать. Дальше. Хотите ли, готовы ли вы работать над собой? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. отец. Спасибо. Спасибо. Удачи. Продолжение следует...